Слава Иисусу Христу! Во веки и веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего Милосердия. Я с вами отец Якуб. Сегодня 14 июля, литургическая память святого Камилла де Лелеса. Человека, история которого могла послужить бы как, ну не знаю, сценарий для очень хорошей кинокартины. Столько поворотов в жизни, столько моментов интересных, столько разных жизненных ситуаций от богатого человека к бомжу, к человеку, который проиграл свою жизнь, а потом человек, который восстанавливается. Это история греха и история благодати, которая ведет его как раз к чему? К служению другому человеку, больному, оставшемуся, страдающему, в котором Камиллус видит самого Христа. Вот почему мы с вами сегодня находимся совершенно в селе Никольское, в Ленинградской области. Здесь, ну не так сильно уж видно, находится одна из старейших больниц. Это как раз с 1909 года больница психоневрологическая, которая была, ну здесь организована в усадьбе Демидовичих с 18 века. Усадьба чудесное место, красивое. Здесь как-то видно тоже и хорошо подготовлено, но вот для больных туда, конечно, войти нам нельзя было. Ну поэтому, что эта больница является для нас сегодня символом вот именно этого святого памяти, которого сегодня отмечаем. История начинается Камиллуса в 1550 году. Рождается он в Букяника в настоящее время, а это в Абруццо, Виталий. В семье достаточно пожилых уже родителей, матери почти 60 лет. Интересная вещь. У матери приснился сон, когда она, ну, ожидала ребенка. История приснился ей сон, в котором она видит своего сына с красным крестом здесь на теле. И, кроме того, видит других ему подобных, ровесников, тоже так же одетых. И сразу же подумала, когда проснулась, что это очень плохой знак, примета, потому что с такими красными крестами вели людей, как сказать, на смерть, приговоренных на смерть в той или другой форме. Поэтому-то подумала, что, ну вот, ее сын будет бандит. А вот эта группировка их как раз ведут как наказание на смертную казнь. Получилось совершенно наоборот. Рождается Камил. Камил скоро умирает его уже в возрасте матери. Остается отец. Отец солдат, офицер неаполитанской французской армии. Занимается прежде всего военным ремеслом. Его дома нет. К сожалению, семья, конечно, видно, отсутствует. Поэтому какие-то родственники пытаются его воспитывать. Конечно, не видно особых успехов. Камилус сам занимается учебой. Еле-еле с трудом выучил читать и писать. В такой семье это странная вещь. Должен был получить хорошее правдообразование. Чем может заняться Камилус? Камилус, когда ему исполняется 16 лет, вступает в армию и идет в следы своего отца. Становится солдатом вот этой же французской армии, ноаполитанской. Потом воюет даже в Турции. Его папа вскоре тоже умирает. Остается один. Дело в том, что в это время попал в ужасное пристрастие. Попал в привычку в азартные игры с картами и другими всякими разными азартными играми. Что привело его как-то к постепенному обнищению. Говорится, что эта зависимость завладела им настолько, что проиграл абсолютно все. Проиграл свои сбережения, оружие, амуницию. Говорят, проиграл даже одежду. Остался чуть не голый. И стал бомжевать, попрошайничеством заниматься. Есть, кушать нечего было. В принципе, человек, который по своим характеристикам в данный момент, ну, можно сказать, приближался к концу своей жизни. Ему было тогда 25-24, скорее всего, ну, года. И будущего никакого. Прошлое оставляет лишь только болезни, язвы. А прежде всего, это огромная пристрасть играть в карты. И все было бы так, если бы 30 ноября 1574 года Камилус не застучал в ворота, в дверь Капуцинского монастыря в Монфредонне. Открыл ему отец Антонио, который тогда был то ли это настоятель, то ли эконом домашний. Он попросил Камилус, дайте мне, ну, покушать немножко. А тот увидел его, и прежде чем покушать, дал ему хороший урок, с которого запомнил Камилус одну вещь на всю жизнь. Запомнил слова отца Антония. Бог ест все. Остальное – ничто. Нужно спасать душу, чтобы она не погибла. Бог ест все. Остальное – ничто. Нужно спасать душу, чтобы она не погибла. Отец Антонио предлагает Камилусу остаться в монастыре, помогать в строительстве, ну, там, храма, монастыря. И Камилус готов и даже там жить. Ему там понравилась организация, жизнь, духовность. А прежде всего, это свобода от этих азартных игр. Он здесь чувствует свое место. Но беда в том, что заболевает. Болезнь, которая у него хронически продолжается, это язвы какие-то на ногах, которые не позволяют даже ему носить монашеский хаббит, потому что, ну, он как-то вредит и не позволяет зажиться этим ранам. Потом Капуцина отправляют его, отправляют его лечиться, отправляют его в Рим, чтобы туда шел. И вот по пути, и по пути в Рим, а случилось это 2 февраля 1575 года, где-то происходит какое-то чудесное, мистическое соприкосновение Божьей благодати. Немножко похоже опять на то, что случилось с Павлом Апостолом в Тарсе. Идет наш, идет наш Камилус в Рим. И в какой-то момент просто почувствовал близость Бога, его благодать. Он пал на землю, стал плакать, рыдать, кричать. «Господи, я согрешил, прости меня. Горе мне, что я столько лет не знал Тебя и не любил. Господи, дай мне время, чтобы оплакать мои грехи. Столько лет не знал Тебя и не любил. Господи, прости меня, дай мне время, чтобы оплакать мои грехи». Дает себе Камилус отчет, что жизнь, в принципе, его может закончиться скоро из-за этих болезней. Просит, Господи, дай мне сил. Попадает в больницу Святого Якова время. Больница особая, больница для бездомных, обездоленных, тех малоимущих, скажем. Конечно, условия жизни, содержания и лечения, это совершенно отличается от этих наших, но туда попадает и начинает долгий процесс лечения. Остается в этой больнице 4 года. Поначалу был лишь только пациентом, которого лечат, но через некоторое время начинает он заниматься теми, которые там с ними находятся, потому что видит, что подход к больным совершенно неправильный. Их воспринимают лишь просто, ну, как занятие, как вопрос, как кого-то, может, от которого надо избавиться. Там нету подхода чисто человеческого, нету христианского подхода, там нету Христа в отношениях, там нету добра и любви. И вот это хочет сделать сам мягкий по характеру, деликатный Камилус. Служит, как может. Но поначалу, правда, это доставляет ему боли, вот все эти его раны, вот какие-то язвы на ногах. Поэтому, когда не может подойти к человеку, знаете, что делает? Приползает. Так, чтобы быть. Моет раны, целует ноги, служит, как может, присутствует, кормит, делает все возможное. Конечно, те, которые занимаются больницей, заметили такой подход этого молодого человека, 25 лет, до 30, значит, и позволяют ему этим заниматься, а вскоре дают ему даже, ну, возможность немножко организовывать вот эту жизнь в больнице. Но тут происходит вещь невероятная. Камилус в какой-то момент чувствует, что он не в состоянии дальше так жить, потому что вот ситуация превосходит все его возможности. Бежит в часовню, падает на колени и опять просит смиренно. Слышит, пока тишина. Потом смотрит. Разпятие. Христос. Обращается к нему и плачет, кричит. Что делать? И слышит ответ. Почему ты боишься? Разве ты не знаешь, что это не твоя работа, а моя? Почему ты боишься? Разве не знаешь, что это не твоя работа, а моя? Укрепленный этим словом, начинает дальше. Но вот работать, когда 4 года там отслужил, и диагноз был поставлен, что болезнь неизлечимая, окончательным образом Капуцина его не принимает в свой монастырь, поэтому остается там, собирает вокруг себя молодых людей, которые думают и служат, как он. Через которое время вынужден уйти из этого, из этой больницы, потому что его подход настолько отличается от общепринятого, что его терпеть там не могут. И он забирает с собой уже команду, свою команду. То есть тех братьев, которые готовы служить другому человеку, как самому Христу. Получают, переходят в другое место, проходят в больницу Святого Духа. И там, на самом деле, основывается первая община, и создается то, что сейчас та община религиозная, тот орден, то общество, которое мы приняли называть камелианцами. То есть регулярных каноников служителей, служителей больных. Так их называем камелианцами. И как одеваются наши камелианцы. Их хаббит отличается тем, что с разрешения Папы Римского им дано разрешение вот как раз носить красный крест на черном хаббите. То, что видела его мать, то становится реальностью. Безусловно, служит до конца своей жизни камилусь и организует вот эту помощь больным людям, прежде всего тем, которые не в состоянии сами обеспечить себя. Этому и служит эта больница Святого Духа. Подход. Подход к человеку, как к страдающему Христу. Интересная вещь, что в то время появляется и чума в Риме, и служит наш дорогой камилусь тем, которые страдают этой болезнью. Другая вещь, которую он где-то переоформил, это подход к умирающему человеку, тот, который уже скончался. Все это переосмыслил в христианском духе, показывая, что в больном человеке надо видеть Христа. Вот, что сделала в нем благодать Божия. Дорогие, основным мотивом его жизни поэтому было и служение больным, поэтому монашеский орден, агрегация, которую он основал, в которой приносятся три обычных монашеских обетов, то есть целомудрие, послушание и бедность, включала также и четвертый монашеский обет, который звучит служить больным даже ценой собственной смерти, собственной жизни, служить больным даже с ценой собственной жизни. Дорогие, до конца своей жизни камилус служит бедным, организует разные больницы, места помощи. Это было не только в самом Риме, но потом и в других городах Италии. Умирает сам 14 июля 1614 года, заразившись чем? Заразившись, но какой-то неизлечимой болезнью. После его смерти вскоре был, вот он и провозглашен, провозглашен Бенедиктом 14-м блаженным, это 1742 году, а еще через 4 года он был причислен к лику святых. Святой Камиль – покровитель больных, больниц, лечебниц, домов ухода за больными, престарелыми, врачей, медсестер, медбратьев. Также покровитель страдающих от игровой зависимости. Его орден, камелианцев, по сегодняшний день успешно работает в различных странах, занимаясь, конечно, тем харизматом, который оставил святой Камил. Вот что может Божия благодать. 24 года, кажется, жизнь заканчивается, но приходит момент раскаяния Божьего милосердия, умное слово, умное слово человека, наставление и помощь, правда, процесс восстановления из человека, который мог бы уже все проиграть свою жизнь, начинается путь к святости. Нет у человека, правда, которым можно бы сказать, с него уже ничего не будет, наоборот. Вот благодаря именно Богу, Его любви, милосердию и помощи умных людей можно с каждого человека, каждому помочь. Пусть святой Камилус бережет, хранит нас, выводит нас из разных зависимостей и молит, вымолит для нас. Вот в нашей ситуации, понятно, о какой, тоже и здоровье. Поможет нам освободиться от пандемии. А тем, которые служат, как медики, медбратья, медсестры, помогают, поддерживают, чтобы они видели всегда Христа, помня всегда эти слова, которые он услышал с креста. Почему ты боишься? Разве ты не знаешь, что не твоя работа, а моя? Святой Камил, молись о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.